Здравствуйте, мурайных студенты. Так, вы меня слышите, наверное, да? Да, здравствуйте. Прекрасно, здравствуйте. Значит, у нас с вами начинается вот этот курс современной философии и методологии науки. Будет идти, оно у нас еженедельно, как вы знаете. Так, и я тоже хотела вам сразу же сказать, что вот сейчас среда, я читаю лекцию, а в пятницу, если в пятницу тоже в 12.50, у меня будет лекция-консультация. Если будут какие-то у вас вопросы, да, то вы можете тоже там подсоединиться. Это для другого потока будет, да, который я тоже должна читать в этом году. Так получилось. Но чтобы не дублировать, вот в пятницу в 12.50 буду на вопросы отвечать. Если у вас нет вопросов, вы не приходите, если есть вопросы, то вы приходите. Понятно я сказал? Как? Понятно. Ну вот и хорошо. Ладненько. Будет у нас две контрольных работы. Для того, чтобы можно было аттестовать вас. Вот так вот. Так, вот это вот литература. Литература по философии, науке, вообще говоря, много разнообразна. Очень даже много, я бы сказала. Вот, но вот я выписываю те, которые ближе всего к нашему курсу. А скажите, а вы про контрольные работы позже скажете, в каком формате они будут и как они проходить будут? Если мне удастся, я сделаю тестовый, чтобы программа какая-то, может быть, программа, которая сама проверяет и оценивает. Вот мне бы хотелось так, чтобы вот эта автоматика какая-то сработала. Если удастся, а то сделаем вот таким образом, что там будет, баллы, не баллы, плюсы, минусы. Ну, баллы, наверное, чтобы программа оценивает. Только баллы. Вот так будет. Потому что вас много, и как-то так вот, иначе я не представляю. Так, еще есть что спросить? Ну, спросите еще. Во-первых, у нас целый семестр, и во-вторых, значит, вот в пятницу у нас резервное время для всех, для всех-всех-всех обсуждений. А подскажите, пожалуйста, какая у нас форма отчетности? Повторите, как что? Ну, экзамен, зачет, что у нас будет в конце? А, ну нет, сейчас зачеты сделали, поэтому я и делаю две контрольные, чтобы по двум контролям зачет ставить. Ну и, пожалуйста, так что. Спасибо. Если обе контрольные будут зачтены, то и на этом начале будут, что зачет вы сдали. То есть, а конкретно зачет будут сдавать уже те, которые, ну, как-то плохо написали контрольные. Вот так. Поняли, да? Раньше, конечно, я еще учитель не посещаемость, но сейчас, поскольку у вас целый курс у меня, я уже не буду посещаемость учитель. Тем более, что вы все равно читать можете, в другое время вам выложат лекции, в какое время вам удобнее, вы почитаете. Ну, пока нет вопросов, да? Ладно-ка. Значит, начнем, конечно, мы нашу дисциплину, что называется, с самого начала. Вот вместо современной философии, методологии, науки, я буду говорить просто о философии науки. Это исторически так сложилось, что обязательно добавляли и методологии науки. Почему там? Ну, свои внутрифилософские проблемы были, что надо, что кто-то занимался только методологией науки, и кто-то считал, что это не философия. В общем, там, ну, как всегда, когда что-то развивается, сложности бывают. Но сейчас вроде бы уже спокойно можно говорить просто о философии науки, поскольку она вышла далеко за пределы просто методологии. в области культуры, в области социальной, в области так далее. Значит, философия и науки будем говорить. Надо сказать, что эта область философских исследований, она, можно сказать, совсем молодая. если философия считается существует где-то там с 6 века до новой эры, то философия науки как таковая в целом это время 20 века. 20 века. Хотя она была обозначена как философия науки еще в середине 19 века. Но даже из середины 19 века все равно это не так давно. Но понятно, что однажды, что философия, как и любая область психологической деятельности, развивается. 6 век до новой эры прошло достаточно много времени. три есть и ранее появляются разные области. философии. Если в самом начале, как вы помните, со второго курса, наверное, что были какие области философии? Антология, геносиология, дальше, что история философии, этика, но может быть эстетика. Этика, эстетика скорее моменты, чем отдельные философии, чем отдельные образы. Но мы будем считать, что были они. А потом сейчас, например, гораздо больше областей философского исследования, философская антропология, философия истории, истории философии, аксиология, философии, науки. Много есть. Постепенно идет такая дифференциация философского исследования. Поэтому понятно, что когда культура и общество сами по себе развиваются, сама философия развивается, чтобы в сфер ее внимания попадают все новые явления, которые есть в обществе. Но мы начнем с истоки. Мне, наверное, не надо говорить, чем отличается философия, как область теоретического знания, всяких разных института. В этом году уже раньше вы об этом говорили, на втором курсе, наверное. Мы обратимся поближе к самой философии науки, поближе. Хотя все равно истоки философии науки лежат далеко позади 19-20 века. они лежат в античности. Античности. Мы знаем, что античности это колыбель всей нашей культуры. Я буду говорить при этом о европейской культуре и можно говорить о европейской культуре. Почему? Потому что наука она как таковая возникает именно в рамках европейской культуры. Прежде всего опять же в античности. Потом будут очень серьезные взаимодействия культуры европейской культуры восточной и там особенно арабская культура будет влиять на развитие науки. в шестом веке и пятом уже возникает не только философия европейская античность так и античность древней. Но почему-то античность не называют европейскую древность, а не китайскую и не индийскую. Хотя в шестом и пятом веках философия возникает и в Китае и в Индии, а не только в древней Греции. Но надо сказать, что контакты были достаточно слабыми и каждая культура развивалась достаточно самостоятельно. Хотя шинитизировать это нельзя, но все. иначе вот наша античность, наша древняя Греция. Вообще очень интересный момент в истории человечества на нашей планете, что Греция, в которой возникает наука и рациональная философия, на это возникновение происходит вообще-то на самом краю, что ли, полосы взлета культуры. это географически между 20-й и 40-й градусы широты, широта в градусах есть, нет, вообще между 20-й и 40-й вот этими широтой происходит во всем, на всей планете взрыв, как говорят, интеллектуальные энергии. Но это только на западной оконечности этой полосы взрыва интеллектуальной энергии, только в Древней Греции будет возникать наука. Будет очень интересно. И более того, будет возникать так называемая так называемая рациональная культура, которая способна была в конечном счете привести к возникновению науки. Наука как в лице теоретической математике возникает именно в Древней Греции именно у Фалеса и его учеников. Поэтому я говорю, что наука она можно спокойно говорить, наука вообще возникает в Древней Греции. Хотя, конечно, научное естество знания сложится только лишь в эпоху позднего возрождения и нового времени. Это будет 1600, это будет 17, 15, 17 век. Там Галилей и прочее. большие ошибки нет. Говорит так, как я говорю. Конечно, тут можно мне возразить, как же много того, что мы называем математикой, было в других областях культуры. Например, где в Египте сильно развивалось то, что мы относим к математике. А, предположим, в Вавилоне сильно развивалось то, что мы в дальнейшем будем называть астрономами. Но дело в том, что в этих областях культуры это знание, особенно в частности математика, вы понимаете и говорите, как-то все довольно прозрачно, практически ориентировано было. Это набор рецептов, как решать каждую конкретную задачу. А теоретического знания в математике как теоретического знания там не возникло. Не возникало идеи доказательства, без которого никак невозможно. Ни математика, ни какая наука. И поэтому богатые в культурном и научном отношении региона Ближнего Востока, которые будут говорить, они не создают рациональную культуру. Рациональная культура будет ни в Египте, ни в Бавилоне, ни в других странах, местах и районах при Черноморье. Ближний Восток и Черноморье, Средиземноморье регионы. Да, так и будем называть просто Средиземноморье регионы. Значит, наука, рациональная культура и наука возникает только в Греции. Ну, наверное, сначала нужно что сказать? Нужно сказать, что значит рациональная культура или что значит рационализм. Вот философия, это рационализм и философия, это мировоззренческий взгляд на действительность, когда утверждается и принимается, что в основе бытия мира, в основе человеческого поведения, в основе всей культуры лежит разум. Вот это значит рационалистическое и рациональное понимание мироздания. Мировоззрение рациональное. Ну здесь вы, наверное, помните другой смысл слова рациональный. Когда предположим, вы говорили, что Декарт рационалист. Это имеется когда речь идет о теории познания, чувственное соотношение чувственного рационалика. Что главное в познании? И Декарт предполагает, что в основе нашего познания лежит наша способность выстраивать аксиомы и из них выводить какие-то средства. Вот это назывался рационализм, как говорят в русском смысле. Нас интересует рационализм широкого смысла слова. Это характеристика такой культуры, в которой возникает и наука. Возникает рациональное мышление, исходящее из доверия к нашему разуму. Ну, вот здесь сначала что нам нужно сказать? Что у меня здесь? Вот. Ага. Значит, вот эта рациональная культура возникает, это очень хорошо. Конечно, сложный вопрос, как она формируется от рациональной культуры, да? А вот именно здесь для революции. Важно следующее понимать, что играет большую роль здесь и экономическое развитие, если угодно, правовое и политическое развитие, и, наверное, психологии тоже, и опыты. Все это вместе как-то как-то так случается, что рождает нечто национальное. Правда, это называют как это, греческое чудо, потому что точно по пунктам разложить, почему, как именно возникает вот эта национальная культура, в общем-то, это, конечно, до сих пор не удается, это было давно, и восстанавливается материал по источникам, но многие моменты отмечены, конечно, почему именно в Древней Греции вот это рациональное мышление, рациональная формируется, рациональная культура возникает. Но мы можем назвать некоторые моменты и некоторые моменты из жизни общества древнегреческого, которые нам как-то немножко помогали понять формирование эмоционального мышления. Ну, что? Во-первых, мы, наверное, сразу вспомним, что философия предшествовала мифология. мифология. Мифология там в основном господствовала какая? Мифология, связанная с элисбийскими богами, да, вот эта мифология, и мифология другого типа, которая связана, была, так сказать, с богом Дионисом. И они различались, эти мифологии. как потом скажут философы, что были в уступах нашей цивилизации были два направления, что ли, развивались как основы культуры, да, на которых лежат как базис развития культуры. это, как говорили, апполлонистская или апполлонская традиция и дионисийская традиция. Аполлонистская, это, как вы, наверное, знаете, апполлон, это символ гармонии, символ разума, символ красоты, то есть это такое направление мифологии, где продавалось, где формировалось вот это вот разумно, формировалось развитие или формировалось отдавать предпочтение разуму, вот так лучше скажем, да, и вот дионисийская традиция, которая ставила во главе угла человеческой жизни, это человеческие страсти, да, вот мы там любим, ненавидим, желаем, еще что-то, да, и потребности, как говорят, мысль, потребности, человек, говорит, человек не только думает, да, хотя даже если он очень хорошо думает, он еще должен кушать, одеваться, но у вас то так называемое низминное, как говорили раньше, потребности, да, или если, и вот, вот, то есть те, которые связаны с непосредственным жизнью человека, с непосредственным его бытом, с непосредственной повседневной жизнью, это вот, значит, не, пианист, по-моему, он даже говорит, о, еще, винодель, или еще чего, да, то есть это как темное начало, и Аполлон как светлое начало, и вот в древней Греции взял верх в этой, в этой, не то, чтобы в этом противостоянии, что ли, определенном, в этом соревновании взял вверх, Аполлон, взял вверх полонийское начало, вот этот разум, что в основе всего лежит разум, и будут даже философы, которые, в частности, все меньше, которые будут видеть вот причиной трудностей, с которых сталкивается западная цивилизация, да, причиной видят вот там глубоко в древности, когда вот это полонийское начало берет вверх, вот даже так, там, там вот вина лежит, за то, что приходится, с какими трудностями приходится западной цивилизации сталкиваться. истоки, каким же образом происходит вот этот процесс, значит, полонийской традиции будет вверх. Ну, во-первых, то было время, это, значит, у нас как-то шестой, шестой, будем говорить, век с начала шестого, шестой века, вот пятый. Это был век, когда, значит, социальные движения сильные были, рабовладельческое общество, раннее и позднее, как говорят, когда вот на смену раннему рабовладению приходит позднее рабовладение. Раннее рабовладение характеризовалось тем, что там ценность человека определялась его происхождение от богов. Чем древнее бог, от которого происходит род этого человека, тем человек значительнее. И если бог, от которого происходит род, такой, какой-то молодой, то это, значит, незначительный для общего человека. Это так называемое время аристократов, власть аристократов. Они ценили, значит, повторяют человека по его происхождению от богов. И новое нарождающееся общество, это где набирает силу так называемый темос, народ, что ли, да, это развивается торговля, развивается ремесло, очень серьезно, ремесло развивается. Торговля очень обширная, была они в древние веки в Средиземное море, так сказать, все прошло, спокойно проходили на своих кораблях, да, они проходили, когда была Великая Греция, да, они доходили и дальше они доходили до нашего Крыма, Чёрное море, Крым, и на Кавказ, и на Россию, и на Егип, и середину Италии, все вот это было схожено с кораблями и торговыми. И вот этот торговый люд и ремесленники, они, в общем-то, составляли реальную силу в обществе, в том плане, что создавали вот эти материальные ценности, все они обладали реальным богатством. И вот Солом, как, наверное, вы знали где-нибудь из книг, Солом, реформа Солома была знаменитой, когда он впервые стал полагать, что отношения между людьми определяются не тем, от какого эпоха они произошли, а тем, какое этот человек имеет богатство. Было впервые разделено общество таким образом, что ценность человека определяется его богатством, которое он создал собственным трудом. Вот это очень важный момент, потому что появляется здесь юридический закон, который как-то вот эти отношения регулирует. А закон, это уже нечто абстрактное такое, закон не пощупуешь, не увидишь, ни на слуху, ни на обоняние, ни на вкус, никак не пределишь. это уже моменты очень серьезные, формирующие абстрактное мышление. И там будет всегда идти борьба между так называемой истохратией и демократным. Дальше. В момент рациональности развивается, торгово-денежное отношение вводится, деньги, как нечто абстрактное. Идет обмен уже не мешка муки на овцу, да, обмен на деньги. Какая-то монета или еще что-то, которое вообще говоря имеет природу очень сложно, да, как природа денег это уже где-то век наверное 19-й что-ли, когда вы не поймете, поймете, что такое деньги, но в любом случае деньги это есть выражение социальных отношений, да, вот в какой-то монете в ней важно что, что монета ценна не тем, что она вот так-то выглядит, она цена над тем, какую стойкость она выражает. Уходит опять чувственного, наглядного, мы уходим опять к абстракту. Это очень важный процесс, когда на место того, что чувственное дано, чему люди верят, что все понятны и ясны, а в целом понятно, да, мешок муки это тоже ясно и понятно, все это материально, все вещественное, а деньги от человечества выражающих человеческие отношения уже нечто другое. Возникают юридические законы, возникают, возникают, ну, в смысле не возникают, широко распространяются денежные отношения, и кроме этого уже человека оценят, к человеку тоже подходят иначе, не считают, его жизнь как связанную с мифом, условленными мифами о происхождении богов и его предков. Здесь нужно что-то другое. Дальше, абстрактное мышление, конечно, еще, например, где, откуда еще абстрактное мышление, каким образом может стимулироваться, да, ну, вот преднаука вот эта, математика, практически ориентированная. Хочешь, не хочешь, она все-таки действие перерывания нематериального предмета, ну, не просто материальный предмет, а возникают уже некоторые какие-то логические отношения между, по крайней мере, числами, да, какие-то операции с числами, а число это вроде бы тоже уже не овца, не просто овца, там, или мешок, чего-то. Хотя, конечно, еще Пифагор, он много сделал для развития математики, да, заложил основу арифметики, но у него не было понятия числа в нашем современном смысле как чего-то идеального. Он изображал эти самые числа камешками, счетные камешки, вот у него были числа. То есть еще тогда даже Пифагор не мог уйти вообще от телесного выражения вот этих вот этих чисел. Но пусть эти камешки были, но там сложение и читание с помощью камешков, но это все-таки тоже ход какой-то к мысленным, упорядоченным, как упорядоченным, мысленным надвижением какие-то. То есть преднаука, она, конечно, как-то способствовала тому, чтобы уйти от мифа. Но это вопрос сложный, повторяю. У Пифагора арифметика была вписана в мифологическое мировоззрение. И арифметика согласится в мифологии только уже как уфалеса и также арифметика больше речи о геометрии, но только когда теоретическая математика возникает. Тогда постепенно очищается и философия, и математика очищаются от мифологических представлений. еще какие моменты важны были. Важны были такие моменты, что положим вот этот термос, он нуждался уже не в мифах для своей деятельности, а он нуждался в реальных знаниях. Например, что можно посадить. Это земледель целом. А если мы возьмем торговцев, которые на кораблях плывут через море, здесь будем говорить моряки, так их будем называть, нуждаются в реальных знаниях. Что еще в это время происходит? Ну мифология, конечно, в раз в свете сил, мифы, положим, молодые древние греки, орфики и олимпийские мифология олимпийских богов, например, это было основное мировоззрение тогдашнего древнего грека. И что можно отметить в этом мировоззрении? В этом мировоззрении можно отметить, что во-первых, значит, убеждение или такая психологическая уверенность в том, что я могу опираться на чувственные данные. Вот все, чему они апеллировали, да, когда на мир взирали, они видели мир таким образом, что там, в котором они жили, да, что вот есть какие-то предметы, которые телесные, они чувственно даны, их можно, грубо говоря, потрогать, увидеть, что там еще, услышать и запах их как-то определить. То есть это чувственно данные нам индивидуальные объекты. Вот это надо обратить внимание, что отдельные индивидуальные предметы, которые обладают такими свойствами, которые мы чувствительно воспринимаем. И мы этому, так сказать, доверяем вполне. Нас этого достаточно. Конечно, уже постепенно сама мифология изменялась. Ну, как? В основном рассуждение, как, значит, опираясь на чувственное, на свои чувства, значит, что же рассуждали по аналогии, да? Вот когда несущественно представлялось как существенно. Ну, вот, да, обо всем, так сказать, мире так, 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 так думали. И, например, это антропоморфизм или социоморфизм, характеристики мифологического мышления, да? Антропоморфизм, вот что такое. Значит, я понимаю, я вот сам что-то думал о человеке, о себе, я полагаю, что то, что мне, меня, оно тоже аналогично этому, тоже, так сказать, обладает этими же свойствами. Если я, значит, как сказать, обладаю, могу, ну, чувствами какие-то, могу рассердиться или могу, там, обидеться или, наоборот, быть довольным, то и предметы природы, положим, речка какая-нибудь, да, она тоже, она может рассердиться или она, наоборот, может быть тебе благосклонна, да, чтобы рассердиться, там, море, океан, речка или ветер рассердится, они могут это делать и вот будет, так сказать, плохо, то есть приносит, аналогия приносит свойства человека, свои собственные, значит, на внешний, на внешние, на внешние предметы. Или же социоморфизм, да, это устройство общества, да, переносит на устройство космоса. Это, это выражалось в чем, что вот видели, что общество, оно, как бы, укрепляется биологическими, как бы мы сказали, законами, что ли, биологическими отношениями. Вот предок, вот, значит, однажды будет дедушка, потом будет отец, потом будет сын, вот такая, вот биологическая цепочка, которая определяет развитие общества, так, и вот строят модель мира тоже таким, аналогично этой самой цепочке. Бог такой-то, вот, однажды создаёт, там, тьму и свет, бог такой-то, потом создаёт, чего там, ты будешь, землю, океан, ураганы или ещё что-то, вот, что это, не порождает, создаёт это, значит, порождает. Вот и сёда, особенно, чётко уже, вот такая, почти рациональная структура, когда на разные уровни божественного пантеона он строил, да, и, соответственно, им полагают устроена и Вселенная, и устроена и внешне и мирная. Так, значит, закон порождения, короче говоря, биологический закон порождения, вот он стоит у них и в основе вот этой модели космоса, да, универсума, будем так говорить. Вот это вот социумаршист. Ну, естественно, как они могли ещё думать о мире? Они хотели понять, конечно, каким-то образом себя, вот свой род, свою семью и как-то понять мир, который вне их и как-то переградить вот и как место в этом мире. Они всё это хотели, их всё интересовало, но они объясняли на основе тех средств, которые у них были. И поэтому они лучше всего знали свой род, или, как я сказал, свою семью, что ли, да, и переносили это на общество. Вот это вот таким образом, не на общество, а на внешний мир. и это всё было понятно. Было понятно, вот в этом утвердиться даже в социальной жизни, вот смотреть, у кого цепочки назад смотреть, да, цепочку родственников смотреть назад, кто от какого Бога в конце концов происходит. и если у меня значит, эта цепочка начинается где-то от очень давнего Бога, важного, да, то и я важнее, чем тот другой, там, Петер, у которого в начале его семейной цепочки стоит Бог менее древний. Это аристократия так называемая, общество аристократии. Дальше, с другой стороны, конечно, сами мифологическое мышление наволюционировало, и оно уже вот на примере Гесиода уже подошло к такой логической изображению Вселенной как некоторой системы, которая обладает, в которой есть различные фигуры, очень так близко к рациональному. И важно, значит, нам еще раз подчеркнуть, то, что они очень сильно доверяли своему чувственному восприятию, да, и понимали мир, как вот состоящий, мир, в котором они живут, как мир, в котором им чувственное да, конечное, индивидуальное. у них даже государство, полис, это такое некоторое конечное образование, оно их очень, кстати, устраивало. Не случайно они не могли долго принять понятие актуальной бесконечности, никак. Это было против мировоззрения потом древних греков. Понятие потенциальной бесконечности как-то уже начал, так сказать, вводить, что ли, если можно так говорить, царь истокий, а вот актуальная бесконечность никак. Потому что как это можно честненько воспринять, то, чего я никогда, то, что мне не дано, как я могу бесконечность, грубо говоря, нечто бесконечное пройти и воспринять честненько. Никак не могу. Или, например, иррациональные числа, ведь они, античность стояла прямо вот, ну, уже тут, в понятиях иррациональных чисел, и не смогли перейти через это. Не смогли, потому что иррациональные это что-то такое, тоже и нечто иное, чем то, что вот так можно чувственно понять наглядно или, можно сказать, даже наглядно что-ли, как-то понять. И подошли к этим рациональным числам понять вот этого, но возникает оно где-то ближе уже к Индии, между Индией и Китаем там где-то. Вот, то есть отпустили такие прекрасные возможности открыть рациональные числа. Дальше, что характеризует уже, значит, ну вы наверное понимаете, что вот эта мировоззренческая проблема, да, человек и мир, человек в этом мире это та проблематика, которая философия наследует. Она тоже занимается тем же самым, но она занимается иными средствами, иными путями. Она будет эти вопросы рассматривать в рамках рационального мышления. И как же теперь вот к этому рациональному мышлению и какие пути визии? Говорят, значит, первое, что можно сказать. Значит, рациональное, ну как, наверное, можно даже вспомнить сразу Иристотеля. Сначала Сократ. Сократ говорил, что истина, постигается в понятиях. Правильно? Это, наверное, вы помните со второго курса. Помните, как он вел со всеми дискуссии с одним, с другим, с третьим, с четвертым. Почему? И все пыталось, как они понимают, что такое мужественное, как понимают то, другое, третье. Он пытался определить само понятие мужественности, например. Понимая, что это важно очень. А Аристотель потом создаст первую теорию абстракции. Он как понятие будет трактовать. Абстракция что такое? Я абстрагируюсь от каких-то, от чего-то абстрагируюсь. Вот у меня один предмет, вот второй предмет, вот второй предмет. Я абстрагируюсь, ну, грубо говоря, от их индивидуальности и вижу в них общее только то, что они твердые, будем так говорить, да? И это будет, когда формируется вот такое абстрактное мышление, тогда и начнется тоже рационализм во многом. И Аристотель будет говорить, что назовем понятие, понятие, природа понятие, в чем заключается. Вот. У нас есть, грубо говоря, разные предметы, одно, второе, третье, четвертое, пятое. И в этих разных предметах есть нечто общее. В каждом из них набор свойств, там, А, Б, Ц, Д, у них есть свойства А, у другого, там, третий набор А, Ф, М, М, там тоже есть, а в этом тоже набор разных свойств, но есть и свойства А. И мы вот этого свойства вытаскиваем, абстрагируемся, отделяемся от всего остального. И вот это А у нас как общее для отдельных вещей, да, это есть у нас понятие. Значит, то общее, что есть в индивидуальных вещах, это есть понятие. И по рестойке еще это понятие обладает по его философии еще таким сущностным значением. То есть это понятие выражает нечто существенное во всех наборе этих предметов. Вот таким образом надо, грубо говоря, греческий мудрец должен прийти к тому, чтобы строить эти понятия, понятия. Правда, у него как-то получается так, что он не конструирует понятия, как сейчас вы сказали по лужам математике, то он абстрагирует их. Он их как бы открывает, что ли. Но во всяком случае получаются понятия, и эти понятия он уже этим понятным периодом он мир накладывает это на мир или как-то с их помощью решает те проблемы, которые у него возникают. И как же мы с вами можем прийти к тому, что вдруг мышление посредством отдельных индивидуальных чувственных данных предметов мы пришли к мышлению оперирующими вот этими абстрактными понятиями. Эти абстрактные понятия не могут быть пощуплены вот так услышаны чувственно восприняты они уже подчиняются чему-то другому. Как потом окажется, они подчиняются логике. Там возникнет будет возникать логика и Аристотель сформулирует формальную логику. Это уже будет формирование не чувственной реальности, а обозрительной реальности. Мир как потом вы сказали мир духа, который состоит из понятий, подчиняющихся законам логики. Папа. Говорят, что во многом это происходит таким образом. Тут социальная жизнь играет роль. Где-то уже к шестому веку до новой эры рабовладение раннее сменяется в осень рабовладений. Происходит переход. Не случайно вы помните, что со второго курса об этом говорили, что кто-то был сторонник демократии, кто-то сторонник аристократии. гераклит темный, почему ему не нравилось, что пришел демок власти, в то время как он был сторонник аристократии. Аристократии это те, которые, как я говорила, ведут свое происхождение от богов и ценность свою и их ценность в обществе определяется древностью их бога, от которого они произошли. А позднее рабовладение это появляется кто? Как бы новые важные места стали занимать новые люди, торговцы и ремесленники. Ремесло очень быстро развивается, торговля развивается, торговые связи. Вспоминайте, где-то у нас находится Греция. Там во времена Великой Греции греки ходили даже вплоть до Гибралтара, они ходили вплоть до нашего Крыма, они ходили до Кавказа, уж не говоря о том, что до Египта и так далее. очень обширная область Великого Греции. Италия тоже, там были колонии тоже, не только в Крыму, но и в Италии, Южной Италии, Средней Италии, все были, колонии на Кавказе они были, и на Северной Африке они были, очень обширный регион, освоили древние греки. Торговля в связи с этим развивалась, туда-сюда они возили все это, ремесло развивалось, но хотя бы для того, не только для того, чтобы было чем торговать, но также для того, чтобы можно было по этому мору, так сказать, плыть достаточно удачно, делать вот эти свои корабли, как они там называются, надо было знать карту неба, да, чтобы ориентироваться, вот тут нужны были реальные знания, вот это очень важно, что ремесленникам и торговцам, всем мореплавателям и так далее, им нужно были реальные знания, вот они были той социальной силой, которая поддерживала как раз вот это развитие рационального мышления и в дальнейшем развитие науки. И здесь что вот в то время как аристократы они в общем-то своими проблемами занимались, значит, а вот этому демосу, так называемому, ему нужны были не сказки, не мифы, а реальные знания, реальные знания, как пройти сквозь море и так далее, хотя, конечно, в Большой океан они не выходили, в Большой океан выйдут европейцы уже во времена Великих географических открытых. И что получилось? Вот эти демосы, он стал богатым, у них стало достаточно много богатства, и вот появляется Соло, Соло, знаете, такое фамилие знаменитая, Соло, реформу Соло. Вот он впервые в европейской истории устанавливает юридические законы, он говорит, что отношения между людьми регулироваться будут, и вообще они должны регулироваться не отношением их к богам, а регулироваться они должны той собственностью, тем богатством, которые люди обладают. Значит, на место как-то очень понятного вот этого семейного отношения поставили отношения безличные, так сказать, один богатый с другой богатым, между ними некоторые законы пишут, как должны осуществляться эти законы. Закон вот этот, он нечего такое, как сказать, его не увидишь, не услышишь, его чувственно не воспримешь. Это уже некоторые отношения, это уже предмет умозрения, правильно? И здесь развиваются уже элементы вот такого абстрактного взгляда на мир, поскольку отношения определяются чем-то деньгами, а деньги это вообще вещь непонятная, чувственно недавно, какой-то, чем бы, как бы это, будет это металл, или это будет еще что-то такое, да, вот, это нечто тоже чувственно недавно, потому что смысл деньги не в том, что вот эта монета у меня есть, а ее смысл, как это уже гораздо позже, где-то в 19 веке определяет, ее смысл выражается социальными отношениями, да, характером социальных отношений, вот, это уже очень высокий уровень абстракции должен быть, да, вот, и развитие вот этих вот товарно-денежных отношений, вот оно тоже во многом способствует развитию абстрактного мышления, вот, это даже уже на такой, как бы сказать, в реальной практике в жизни, в реальной практике жизни. Вот мы имеем, имеем закон, который чувственно нам не дан, мы имеем денежные отношения, которые тоже нам чувственно не даны, потому что смысл денег не его материал. Вот, дальше еще, и, конечно, вот уже, когда мифы начали разлагаться, там тоже уже появилась тенденция к чему-то абстрактному такому, например, понятие причинной связи, ее же тоже не увидишь, она где-то скрыта, а что было, как бы сказать, предпосылкой, что ли, даже предтечей причинной связи. Вот, охотники идут на охоту, они, они танец какой-то делают, изображают, да, вот, они полагают, что то, что они сейчас делают, это связано с тем, с результатом их охоты, вот, то есть, какая-то связь вот есть, такая странная, конечно, связь, может быть, это мистическое, но мистическое, плохо сказать, что есть какая-то связь, вот, потом, из такого понимания мира выйдет, например, придет понимание причины связи, это уже, так сказать, то есть, не на пустом месте все это возникает постепенно в ходе жизни все это возникает. Значит, мы сказали, вот, социальный причин, социальный фактор, который связывается с деятельностью салона, но он также вводит, да, он вначале впервые вводит имущественные отношения, как важнее, как отношения, которые регулируют жизнь общества. И возникает, так сказать, формулируется, можно сказать, что это закон. Дальше, дальше, конечно, это развитие абстрактного мышления. Дальше, конечно, преднаука. Как бы она ни была недоказательной, да, но вместе с тем это все-таки уже разговоры в мире не в рамках мифологических слов. Хотя, надо сказать, что еще Кефагора, да, который родначальник арифметики, вот, который изучал числа сами по себе, который, как говорится, освободил арифметику от подчинения купцам, то, значит, считали практически ориентированная была арифметика, да, ну, понятно, считали купцам, сколько все стоит, а он стал изучать сами числа. Это вот уже ошибка науки, что есть свой предмет, есть свой предмет, который он изучает, да, вот, но другое дело, что, значит, эти числа все, они были, понятие, или представление выпуска этого числа было вписано в мифологическое мировоззрение, отсюда, что мистика чисел до сих пор еще живет, да, вот, но, во всяком случае, его заслуга так, что он сделал числа предметом изучения. Другое дело, что число тогда не было таким вот, как потом будет какой-то понятием, да, у него числа это счетные камешки, вот, один камешек, два камешка, три камешка, потом фигуры, четыре камешка, эти камешки счетные, они, значит, вот, изображали числа с их помощью, проводили сложение, вычитание, очень даже хорошо, да, то есть, вот, еще такого абстрактного понимания, даже, можно сказать, уже идеального, да, идеального смысла платоновского милитей, такого вот понимания еще не было, если помните, да, может, со второго курса, кто и помнит, что платон говорил про геометры уже, да, что вот геометры не понимают, что они делают, вот, когда они чертят написать треугольник и обсуждают свойства этого треугольника, они думают, что они изучают свойства именно этого треугольника, нарисованного ими сегодня, и на этом песке конкретным человеком, они не понимают, что они рассуждают о свойствах треугольника вообще, то есть, они должны прийти и придут, конечно, к тому, что понятие треугольника, это есть некоторая абстракция, которая относится, так сказать, к всему, что имеет какую-то там треугольную форму, что ли, да, то есть, постепенно будет рождаться такое абстрактное мышление, то есть, это все не сразу произошло. Дальше, что можно еще сказать, тут, конечно, появляется, опять же, математика большую роль сыграла, как считают, возникает теоретическая математика в територе мобилеции, да, возникает теоретическая математика, в ней что появляется? Математические объекты, которые не есть счетные камешки и которые не есть что-то, так сказать, чувственно, данное, какой-то мешок с мукой или овца, да, а математические объекты строятся, вот, и потом появится, в связи с этим появится доказательство. вводят ученики фалеса положим понятие точек и рассуждают там, вводят понятие там линии прямого, прямого, линии там без ширины, да, вот, и рассуждают об этом, и математикам вроде все понятно, но тут софисты, как вы помните, отчаянный такой народ, критики, вот, они им говорят, вы что, математики, нас обманывают, вы говорите о том, чего не существует, где вы видели точку, нигде в жизни, в мире нет точки, все есть протяженное, объемное и так далее, тело, где вы видите прямую линию без ширины, нигде линии без ширины нет, везде обязательно будет линия, нечто с шириной, и поэтому будьте любезны, вы докажите нам, что вы занимаетесь небессмысленным делом, что вы нас просто не обманывали, что вы нас не обманывали, вот, и, как говорят историки, хорошую модельку такую придумали, может быть, даже она и правильная, что благодаря софистам математическое знание стало организовано оксиматически продуктивно, то есть вот так, что исходные понятия и принципы выделяются, потом логически выводятся какие-то данные. Что имелось в виду, что сосиски неясно, что вы такое делаете. Будьте любезны, четко напишите, распишите ваше мышление, при том так, чтобы ход рассуждений мог быть понят любым образованным человеком, то есть профессионалом, да, чтобы там ничего не было такого личностного, что есть лично, у Фалеса какие-то есть предпочтения, у его приятеля есть какие-то предпочтения, да, у Пети, Вани, Тани есть мертвобогатые, да, духовные. Он что-то любит, что-то не любит и так далее. Так что вот этого личностного ничего не было, чтобы был прозрачный, логичный и рациональный подан весь процесс вашего рассуждения. И вот и имеем. Это уже само рационально устроено рассуждение, понятия, принципы словесно оформленные, да, и вот это логическая цепочка. Так что софисты они вот сыграли такую серьезную роль для математики. Это что? Критика. вот и важно то есть софисты они критики так сказать способны были критиковать, подходить критически к тому, что есть. И отсюда, а откуда вдруг они такое взяли? Почему вдруг они в Египте не могли критически подходить, а здесь софисты пожалуйста вам протекут все носить? Ну как сказать? Вот просто говорят все ученые, что сама так получилось в Древней Греции, что у них культура вся была состязательная, агонистическая культура, состязательная. Там очень любили состязаться ради того, ради состязания, ради того, чтобы показать свои способности быть состязатцем в веке, состязаться в логике, состязаться в логике, состязаться так ли я слово-то говорю, состязание по поводу того, правильная ли решена задача, можно ли считать обоснование достаточным и так далее. состязательная культура, кто лучше стихотворение сочинит, состязание поэтов, состязание ученых, состязание спортсменов. Это был способ жизни древних греков. Конечно, для нас интересно, что они не за деньги, как у нас сейчас все делается, они состязались, чтобы выявить свои таланты, выявить и показать свои таланты. И здесь же уже сразу возникает такая идея, что общество ценило эти таланты. И в этом смысле оно ценило и научную деятельность, или, так сказать, научную, или философскую, в общем, воззрительную деятельность ценило. очень важно, что статус мыслителя был очень высок. Общество всегда поддерживало мысли мыслящих людей, было заинтересованно тоже в этом. А это очень много значит для любого ученого, будь он философ, математик, ли кто-то там, да, то ли общество высоко ставит тебя, твой статус высокий, то ли общество вообще тебя, так сказать, куда-то там загонит вниз. И вот это вот такой вот творческий дух античности, он, конечно, сыграл большую роль в поддержке развития и развитии культуры. Но то, что они ценили ум, ну, примеры приведу, которые вы уже, наверное, знаете, слышали, но они такие примеры хорошие. Известно, например, про Демокрита, да, Демокрит, который атомистическую гипотезу выдвинул впервые, да, что в основе мира лежит атомная пустота, подлинное бытие это атомная пустота, да. Вот, так вот, он из Абдера, город Абдера, и рассказывает, значит, что, какая была, как там ситуация сложилась. Вот, были, ну, отец у них был, и были у него два сына, Демокрит и другой. Отец оставил им наследство, поделил порога тому и другому. А в Абдерах был закон такой, что наследство отца никоим образом нельзя, как это сказать, уменьшить, не то, чтобы разбазарить, но уменьшить, либо сохранить таким, каким, какое досталось, либо приумножить. В противном случае расстратчика ждет тюрьма. И вот один брат, значит, сделал так, как все положено, он сохранил, умножил на то богатство, которое имел. А Демокрит, как вы знаете, да, он эти денежки использовал для того, чтобы получить все, так сказать, образование в других регионах. он, значит, там и в Египте был, он был в Гавилоне, он был везде тут на Ближнем Востоке, где что можно было узнать. Говорят даже, что он с индийскими мудрецами встречался, но все было давно, точно не скажешь. Одним словом, он вот это имеющееся богатство, он все растратил. И вернулся в Абдера ни с чем, с двумя только книжками. Малыми растрой и Большой растрой, так они назывались. Одна человек и двая вселенная. Ну и народное собрание его, значит, желают выслушать. Ну, он для оправдания показал вот эти две книги, вот то, что он сделал. И вот здесь очень интересная такая ситуация, что народное собрание не только его не посадило там в тюрьму, не только его как-то так сказать нехорошо называло, а они ему выделили, они решили, что выделить и выделить ему стипендию на научную работу. Вот первое в истории Европы, по крайней мере, первый случай, когда выделяется стипендия на научную работу. Пусть иначе мы ему даем стипендию и такие деньги, он сидит и думает. Это же прекрасная вещь. Представьте себе такую ситуацию не в каждом государстве можно видеть. само народное собрание ценило его вклад в умозрение и миропонимание. Или еще про него рассказывают также, тоже наверное вы слышали, что озаботились граждане Абдер, что их Демокрит Великий, он заболел. Он сидит там у себя дома на камне где-то и вот уже много дней не ест, не пьет, кто бы говоря, а сидит и страдает, как они считают. И они вызвали, и они вызвали, они вызвали гиппократа. Знаете, да? Это выдающийся медик. Гиппократ, клятвый гиппократа. Гиппократа, вот говорят, значит, смотрите, пожалуйста, вывезти нашего демокрита, он у нас совсем пломит. Ну, конечно, гиппократ тоже, как большой ум, посидел, поговорил с демокритом, или что там. В общем, он сказал гражданам, что нет, он вполне здоров, демокрит, он просто глубоко задумывался решать сложную проблему. Вот эти вот две такие, можно сказать, две такие ситуации, они показывают, как ценили мудрецов. Хотя, конечно, мы знаем и другие ситуации, что положим Сократа, да, Сократа приговорили к смерти, да, выпить там чашку яда, да, почему? Ну, потому что он, вместо того, чтобы молодежь учить религии, да, поклоняться богам, он их учил, реальному знанию учил их постигать, постигать мир. Или Аристотель тоже, ведь он бежал из Афин, когда его стали упрекать в том, что он связан с двором, с македонским, с двором македонским, да, и ему, чувствую, что грозили ему что-то тоже нехорошее. Он бежал на какой-то другой остров, сказал, что он хочет, чтобы Афины еще раз совершили преступление перед философией. Ну, и частенько, когда религии не угодишь, того или другого как-то преследовали. Это был Энаксагор, по-моему, да, он что ли говорил, что Солнце это не Бог, а Акад. Ему за это пришлось, так сказать, отвечать. А Аристотеля, по-моему, чем воспользовались? Тем, что он там написал Огу, да, а Огу можно было писать только Богам, а не земному человеку. И тоже вот сказали, что это нехорошо поступает, и Огу тоже. так сказать, к нему плову отнестись. Еще там кто-то там у нас где-то там был даже случай, когда книжку первый раз сожгли. Но, одним словом, как всегда, жизнь такая сложная, и там бывают ситуации по-разному. Но в целом в культуре самой значит знание ценилось, знание ценилось. А знание в основном значит знание строилось прежде всего на базе понятий и потом сформулированных на базе этих понятий принципы и целые идеи, так сказать, дальнейшие рассуждения. А почему ведь понятие, как я уже сказала, считается и у Сократа и у Ристотеля понятие выражает, ну и, конечно, у Платона то же самое, понятие выражает некоторую сущность. Понятие сущность пошло оттуда. Мы говорим, что по нашим законам физики описывают сущность физических явлений и так далее. Слово сущность у нас как-то часто используется. Вот. И почему? Это все понятие выражает истину. Вот. И очень важная характеристика вот этой античности античной культуры было это стремление к истине. Вот очень интересно. Положим, в Китае возникает философия, ее основная проблема это организация общества, людей в обществе. А в Индии возникает философия, там главный предмет это человеческое сознание, психика, психология, человеческое сознание. И только в Древней Греции основная проблема это истина. То есть, конечно, про истину говорили и в Китае, и в Индии, но это были на периферии темы. а в античности это была главная тема, основной поток культуры, ориентирован на истину. Почему, интересно, опять же. Ну и говорят, Ну, говорят, во-первых, предлагают, такую хорошую модельку предложили, что в Древней Греции произошло взаимодействие или столкновение разных культур, разных народов. Вот в связи с тем, что они много, как я говорил, да, они мореплавание было очень развода, они многие страны посещали, видели многие народы, и вот получается, что народы-то имели разные привычки, разные взгляды, по крайней мере, на мир и на жизнь, да, и вот из этого, из того, что сталкивались различные взгляды, вот в конце концов, и, вернее, в результате и искра возникла, да, а как же на самом деле, если вот один думает так, другой народ думает так, третий думает так, то а как же на самом деле, и обычно приводит пример из кого, вот, из истории Дарьи, который потом там много чего захватит, вот, вот такой пример, что Дарьи позвал представителей трех народов, трех народностей, да, и спрашивает, какие у вас обычаи, как похоронить и мертвых, ну, вы знаете, что это всегда были такие очень важные моменты в жизни, как его, один говорит, что мы съедаем, другой говорит, что мы закапываем землю, третий говорит, что мы сжигаем, да, и вот Дарьи, как царь главный, он предложил им, значит, поменяться, кто, кто там съедает, пусть закапывает, пусть съедает, кто там сжигает, пусть что-то еще делает, это, конечно, была страшная трагедия и так далее, так вот, и смотрим по древний грек и думает, а как же надо на самом деле, как должны быть устроены, вот это вот, как надо провожать человека в мир иной, и вот отсюда, в частности, это, например, вот он и говорит, что стремление к истине и возникает, это можно понять, и вот пока, так сказать, человек живет все время только, ну, грубо говоря, пусть меня не обижают только в Поднебесное и никуда не выходит, не уезжает, нет, тогда никого не видишь, кроме себя и своих близких, там может не возникнуть вопрос, а как же надо, ясно, как надо, вот как делали и спокойно века, так и не будем делать, ну, и кроме вот этой вот идеи столкновения культуры, это очень такая идея неплохая, но кроме того, древние греки, что еще, они вообще, говорят, были оптимисты, мы такими, любили земную жизнь, любили, вот, так сказать, наряду с тем, что мазрение там, пашным считалось, они любили тело, любили красивое тело, ну, помните, Аполлон, да, вот, или пойдите, вот у нас, музей изобразительных искусств, не Пушкина, да, так там есть греческий уговор, там какие прекрасные скульптуры стоят, показывающие мир древней Греции, они любили вот это, чувственное, чувственное, ну, как все чувственное, в том числе и тело, то же самое, человеческое, красивое, и эта красота, она у них рационально была организована, это положено в полу, он устроен сразмерно, обязательно, гармония, сразмерность, меры, это все определяет красоту, как там истина, что там, истина, добро, истина, благо и красота, это все вместе, все это покоится на рациональных, так сказать, основах. Значит, вот они были оптимисты, они говорят, не любили много думать про загромный мир, если какие-то народы очень много уделяли внимание вот загромному миру, то у них такого особенного не было, вот. Конечно, Сократ сказал, сколько я уйду в мир, в мир души, в мир иной, и там буду с душами в других людей разговаривать, а будет очень даже приятно, там души разных, больших людей, поэтому он не скорбит, вот. Но этот мир, значит, под, как сказать, подземный, он был не какой-то очень уж страшный, темный и так далее. Вот. То есть опять это говорит о любых жизнелюбии, что ли, будем говорить. О жизнелюбии, они смотрели на этот мир. Ну, как я уже говорила, вот то, чтобы воспринимать его как чувственное данное и прочее, это глубоком. Видимо, это тоже способствовало тому, что они не закрывали глаза на то, что есть. Хотя может быть простой народ, ну, не простой народ, а гражданин, который не мудрец, он будет довольствовать то, что в Чечне сказать, ах, это красиво, а это некрасиво, да? А вот. Значит, но в целом, в общем, интерес к этому миру, к миру земному, у них был, вот это важно. Не столько к миру загребнему, сколько к миру земному, чувственно данному миру. И при всем при том, значит, у них побеждает в традиции какая? Аполлонийская, как говорили, что два исходных пункта для бытия культуры, это геонесийская, как сказать, ну пусть традиции будет, и апполлонийская традиция. Аполлон, это свет, это рахм, это сразу мерность, это такая пацанальная красота. Дивиенесийская традиция, это, напротив, что такое? это в основе всего лежит в жизни главной ценности, это желания свои, да, чувственные желания, это свое более изъявление, я хочу получить, так сказать, удовольствие, более изъявление, я его желаю получить, вот в этом, как бы, основная, так сказать, цель, это когда, вот, как говорится, темная сторона человека ставится в основу всего. Значит, здесь темная, здесь, если апполлон, это светлое начало, разумное начало, а геонес, это темное начало, это неразумное начало. И вот в античности идет, как бы, состязание этих двух миропониманий и берет верхополонийское. По крайней мере, вот интересно, что уже где-то, где в европейской культуре мыслитель, этот мир, по-моему, делает, он упрекает, он видит, значит, истоки или даже причину тех трудностей, с которыми столкнулась западная цивилизация, запад, да, он увидел вот там, в Древней Греции далеко, когда вот вот эта денисийская традиция, да, денисийская совсем была отброшена, когда восторжествовала полонийская традиция. А вот, и считает, и даже более того, нет, и Сократ виноват, и даже фарменит виноват. То есть, где-то там далеко, когда вот абстрактное рациональное мышление взяло вверх. А вот, и от этого вот так далеко увиден он причины кризиса европейской цивилизации. Вот. Итак, мы с вами, кажется, немножко сказали, ну, то, что мы не можем объяснить, почему именно так сложились с культурой, это процессы сложные, но, по крайней мере, какие-то моменты выделяются учеными, которые, которые, как сказать, говорят, что ими объясняют, пытаются объяснить частично хотя бы вот это вот человеческое чудо формирования рациональной культуры, в которой возникают как бы одновременно многие явления, и в том числе и теоретическая математика, да, вот, и в том числе и философия, да, вот здесь они возникают, и общество, главное, не просто так вот возникли, но вот что возникает, даже как вот идеи многие высказывают, вот, вот идеи высказывают, о, эту идею высказывал еще Петя, а эту идею высказывал еще Таня. Но дело не в том, что высказать идею какую-то, да, а в том, что эта идея вошла в культуру или нет, закрепилась она, ее развивают в теорию, там еще вошла, или нет. Ну, как мы всегда говорим, что в античности все было, да, там и то, и другое, и третье. Но там были высознанные идеи, но они не были развиты, будут развиты где-то гораздо, гораздо позже. Но так или иначе, вот в Древней Дагреции как раз вот сам собствен, самые люди, они поддержали, как бы поддержали, заинтересованы были, поддержали вот это движение рационалистическое. И отсюда будет вот это, значит, рационалистическое понимание мира. Здесь, кстати, я должна заметить, что слово рационализм, оно имеет разный смысл. Рационализм в, как это сказать, в большом смысле, что ли, да, и рационализм в малом смысле, в два смысла. Один смысл рационализма, это вот как противостоящее иррационализму. Вот когда Аполлон взял верх над Денисом, здесь, значит, рациональное мировоззрение, миропонимание взяло верх. И второй смысл, более узкий, в широком и узком, что ли, второй смысл узкий. Это, когда мы говорим о теории познания, положим Декарта. Говорим, Декарта рационалист, имеем в виду в узком смысле, когда вот он говорит, что, значит, познание происходит, как это сказать, на базе дедукции. Мы, значит, выдвигаем исходные утверждения, которые даны уму ясно и отчетливо, вот, уму ясно и отчетливо мышление. И из них, значит, логически мы вводим, получаем какое-то знание. Значит, в отличие, положим, от Фрэнсиса Беккера, который говорит, что без эмпирических фактов невозможна там наука понимания мира. А Декарт, он как-то эмпирические факты в сторонку отодвигал, хотя, конечно, он понимал, что они где-нибудь нужны, но прежде всего мышление и его законы. Это вот рационализм в теории познания, так называют, или в мессиологии. Это в узком смысле. Так, это вот, чтобы не путаться, а то иногда как-то забывают совсем о первом смысле, что есть дилемма рационализма, а не эрационализма. Вот мы, поскольку вся философия и наука европейская вся в рамках рационализма, то мы как-то и не вспоминаем про эрациональные начала. Хотя сейчас уже во второй половине XX века уже, так сказать, стали понимать, что чисто рационально не бывает. И изучают, какие же механизмы еще участвуют в мышлении. Так же будем знать, что есть не только рационалистическая, чисто рационалистическая трактовка, она, в общем-то, стала сталкиваться с трудностями, особенно в трактовке человека. Вот помните, может, Достоевского, подпольный человек, да, или там человеку дня, или человеку ночи. Эти проблемы стали в общем-то обсуждаться. Так вот, и теперь интересно, что вот возникла рационалистическая культура, возникает здесь понимание, как сказать, рационалистическая трактовка процесса познания, можно сказать, и складываются вот некоторые нормы познавательные. Ну, какие античные рациональности, да? Ну, прежде всего, конечно, понятийность, обязательно понятийность, да? Дальше. Это обязательно понятие объекта и субъекта, когда мы разделяем. Вот объекты, то, на что направлено наше познание, и субъект – это я, который познаю. И очень важно, что здесь мое я ни в коем образом не влияет нам полученные знания. Предмет определяет содержание нашего знания. И вот немножко об этом я уже и говорила. И ничего личностного. И поэтому субъект предстает и понимается уже не просто как человек, который обладает телом, душой. Он обладает только разумом. Вот из всех трех составляющих души, платоновских, да, берется только разум. Вот разум, я больше, у субъекта ничего нет. Вот надо иметь в виду, что очень долго, чуть ли не до конца XX века, познающий субъект – это гноцилогический субъект, который обладает только разумом. Ничем, ну, сознанием, так сказать, чувство нерациональное там есть. Но никакой там воли, никаких душевных чувств, ничего такого не присутствует. Вот если бы не говорить о чувственном восприятии, можно было бы сказать, что вообще, так сказать, тела-то нет. Вот это надо помнить. И вот это представление объекта и субъекта очень важно для рационализма. И вся наука вплоть до последнего времени сопротивлялась тому, чтобы их как-то вот в какой-то форме соединить. Вот когда уже будет квадтовая физика, там все усложнится. Но всякое вот постмодернизм, он желает их вот слить вообще. А так, это главная установка рационализма, по крайней мере, значит, античного, что объекты-субъекты разделены. И причем, значит, мысли субъекта, они все выражают то, что есть в предмете. Вот. Слова и предметы, они совпадают. Вот это очень важно. Это даже еще кто? Еще Спинозер будет говорить об этом, что он будет давать причинную трактовку мира, но причинность будет выражать как математическую редукцию. На место причин и следствия он сопоставит, значит, посылки и следствия редуктивного вывода и получит, значит, трактовку мира в рамках генетического разума. Значит, это мы с вами имеем в виду обязательно вот эту абстрактность. И Аристотель, Платон будет сначала, положим, говорить, что тот, кто говорит о вещах такими, какие они есть, тот говорит правду, кто говорит иное, тот говорит ложь. Аристотель выдвигает этот принцип соответствия, что наше знание соответствует реальности. Вот оттуда идет, так сказать, идея, грубо говоря, познаваемости мира и адекватности нашего знания, знания миру. С ее предметом лучше сказать, да. Дальше очень важный момент, вот особый такой, это созерцательность. Вот эти мудрецы, они все созерцают мир, да, вот постигают мир вот в этих понятиях, и причем это чисто умозрение, чисто умозрение. Вот именно это умозрение, оно и ценится, что он движется, ученый, в рамках своего сознания, в рамках, будем говорить, в рамках своего мышления. Вот там движется. И ему нет дела до этого мира, как Патрон сказал, мир мнения, да он его, ему нет дела до этого. И даже кто там, Архимед, который почти написал теоретическую физику, можно сказать, он не считается основоположником современной физики. Почему? Потому что ему не пришло, так сказать, у голову, но это неправильное выражение, что нужно как-то эмпирически проверить, сопоставить, сделать, получить какие-то эмпирические факты, да, и посмотреть, как и что удовлетворяют ли они его актеры. А физика как наука начинается тогда, когда появляется вот эксперимент, когда мы внедряемся, так сказать, в предмет, мы задаем вопросы нашему предмету или объекту, как хотите, на которые хотим получить ответ. Вот активно внедряемся. Это стало возможно только уже в новое время, когда эпоха Возрождения породила нового человека, человека, который практически активен и теоретически практически активен. А в античности, как мы знаем, там что было? Великое разделение труда на трудом и труд физический, порядочный человек может заниматься только трудом умственным, да, а физический труд от другим рабом. Поэтому даже в голову не могло прийти, чтобы вот обратиться к какому-то практическому взаимодействию с этой, так сказать, реальностью. Вот эту созерцательность, вот ее нужно обязательно, так сказать, не забыть. Дальше обязательно доказательность, об этом мы говорили, да, обязательно утверждения должны быть доказаны. Ну, обоснованы, можно сказать, да, но тогда больше говорили доказательства, доказательства должны быть. Обязательно должна быть, да, познание надо двигаться к новому, то есть вот критика должна быть и движение к новому. И то, конечно, что знание, оно высоко ценилось, высоко ценилось. Вот здесь новая наука с времен Галилея, она откажется от созерцательности, а другие установки она возьмет. Когда античная рациональность сменится на научную рациональность, она откажется от созерцательности, а ведет обязательно эмпирический эксперимент, обязательно войдет. Ну, вот я думаю, немножко пока я рассказала.